Я не понимаю, почему мужчины считаются лучшими поварами. Но обычно лучшие повара не вызывают клининг после яичницы. Поэтому единственный мужчина, которому я доверяю на кухне, это кетчуп Пикадор. Пикадор — неожиданно пикантный кетчуп с ярким и выразительным вкусом. Незаменимый на кухне. Можете мне поверить, уж чем в чем, а в мужчинах и готовке я точно разбираюсь. Девушки отдыхают. Тебе за это плюсов корму не будет. Я еще иду, думаю, может мне из моей сумки что-то в эту переложить, чтобы так глупо не было. Мы с ней идем, она мне говорит, я еще только иду в магазин. Я пошла с ней в магазин. Потому что я почувствовала ответственность за бабку, которую я приручила. Стою, жду ее на выходе из магазина и вижу, как она за стеклом разговаривает с охранником и на меня вот так пальцем показывает. Ну все, бабка решила, что я хочу украсть у нее сумку. Но пока она пустая, это бессмысленно. Поэтому я жду ее на выходе из магазина. Теперь, если я вижу бабушку в сумке, я всегда сначала подхожу, говорю, так, что в сумке. Мы ходили с дочерью недавно в театр. И после спектакля я стояла в гардеробе. Очень длинную очередь, очень долго. И там уже оставалось пару человек. И тут откуда ни возьмись, вылезает мужчина и становится прямо передо мной, ничего не говорит. Я говорю, почему вы себя так ведете? Он говорит, у меня жена беременна. И если бы он сказал уступить его в такая ситуация, никаких проблем. Но он нагло влез. Поэтому я, естественно, сразу же сказала ему, я тоже беременна. Он смотрит мне на живот, говорит, я не заметил. Я думаю, что, если ты не заметил, значит я не беременна. Ситуация накаляется. Я уже абсолютно уверена в том, что я беременна. Я уже почти что кричу, несите тест. Тут подходит моя 16-летняя дочь, говорит, мама, что ты тут кричишь? Я говорю, вы видите, как долго уже я в этой очереди стою? Он все равно пролез, забрал свои вещи. Я пожелала ему, чтобы ребенок был не от него. Естественно. Просто есть масса способов, если тебе нужно забрать вещи раньше. Начались поклоны, иди и заберешь. Я вообще не люблю, когда люди не дохлопывают поклоны. Я всегда хлопаю до конца. Я дочери даю номерки, она идет и забирает вещи. И все думают, что это она не культурная, а не я. Потом. Можно взять бинокль напрокат. Да, берешь бинокль, гардероб без очереди. Уже никто не берет бинокль, чтобы кого-то разглядывать. Все берут ради гардероба. Люди сидят в первом ряду, у всех бинокли. Может, они, конечно, их берут, чтобы переворачивать, потому что слишком близко сидят. Я еще после этого ходила в Мариинский театр в Петербурге. Купила билет в первый ряд, потому что шик — это мое второе имя. Прихожу. Прихожу. А там, оказывается, до первого ряда есть еще ряд А и ряд Б. И вот сижу я в третьем ряду с билетом на первый ряд. И думаю, вот бы А упало, а Б пропало. Что это за бизнес-класс в театре? Еще боялась, что свет погасит, выйдет стюардесса, шторки за ними задернет. Я еще потом в буфете стояла, очень длинную очередь. Теряла уже надежду на свой бутерброд с лососем. Тут откуда ни возьмись, как это всегда бывает. Мужчина, он стоял за мной, он говорит, я сейчас вернусь. Возвращается, смотрит мне в глаза и говорит, я стоял перед вами. Я думаю, ты где-то стоял передо мной. В очереди к психиатру ты стоял передо мной. Но я не растерялась, я уже бывала и сразу же сказала ему, а я беременна. Я еще хотела сходить в музей, выбирала билет на сайте. Там нужно было заполнить форму, имя, фамилия. Я заполняю имя Мария, потому что меня зовут Мария. Меня выделяют красным и написано, имя должно состоять из букв. Я несколько раз перезаполнила. Все равно, имя должно состоять из букв. Думаю, а ряды в театре должны состоять из цифр. Но мир несправедлив. Я думаю, ну все, у меня деменция забыла, как выглядят буквы. Зову дочь, говорю, это буквы. И она такая, у тебя что, деменция? Там вообще по кругу все пошло. И ты ни в чем не виноват, но чувствуешь себя полным идиотом. Я в таких ситуациях очень быстро начинаю в себе сомневаться. Потому что меня один раз позвали поучаствовать в интеллектуальной игре, и я встала не в ту команду. Мне 35 лет. И это такой возраст, когда одинаково. И до 20, и до 50. И надо держать баланс. Потому что не знаешь, в какой момент куда качнется маятник. У меня недавно было, в один день, у меня совпала пара в Тиндере, и меня выбрали старший по подъезду. В один день! Ну, еще пока не по дому. Еще пока не приговор. Вообще, были выборы. Я думала, будет какая-то инаугурация. Я буду спускаться с пятого этажа, и все соседи будут выходить из своей квартиры, и кланяться мне. Потом меня будут посвящать палкой у мусоропровода. Но нет, просто теперь отвечаю за домофон. Здравствуйте! Это Федор из 233-й квартиры. Как я понимаю, ты незнакомым людям дверь не открываешь? Я решила рассказать вам про... Сериал «Соседка». 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 Где? Все очень просто. На ТНТ, а? На ТНТ. На ТНТ. «Соседка» с 20 ноября в 9 вечера. Скоро познакомимся? Премьера на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»